Вы смотрите Лайв, студию по-прежнему Лев Шагиня. Ну и конечно мы продолжаем главную тему этого утра, 1 сентября, День знаний. Ну и в некоторых московских школах с этого года отказались от электронных карточек школьника. Были и такие, кто не знает. Вместо них ученики наденут разноцветные красивые браслеты. Как ими пользоваться, разбиралась моя коллега Ольга Кондратенко. Она присоединяется к прямому эфиру. Оля, здравствуй. Ну расскажи скорее, что это за браслеты такие? Да, Лев, здравствуй. Вот этот браслет. Только-только нам их выдали. Вот так вот он выглядит. Резиновый. Вот такой вещь. Можно потянуть его, погнуть в разные стороны. Ну вот говорят, что очень удобный. Чем-то похож на браслет, который в аквапарках раздают. Вот что их можно мочить, ничего с ними не будет. А плата вот та, с помощью которой можно заходить и выходить в помещение, она вот здесь вот находится. То есть, ну вот она тоже достаточно подвижная. Рядом с нами обладатель этого браслета Степа. Степ, ну вот давай. Тебе браслетик только что дали. Мы на самом деле его даже толком не померили. Давай, надевай браслет сам. Вот посмотрим, получится ли у ребенка, у маленького, самостоятельно этот браслет застегнуть. Вообще-то вот говорят, что когда эти браслеты создавали, главная была надежность и тестировали, в общем, тоже на детях, тоже на школьниках. Вот не очень получается степка. Давайте поможем. Я скажу, что надежность была здесь самая главная. Вот, давай, давай, Степ, молодец. Надежность была самая главная, и поэтому застежка, она на первый взгляд может показаться несколько неудобной. Но, с другой стороны, она очень надежно, очень плотно закрывается. То есть, вероятность потерять этот браслет действительно очень маленькая. А для чего их ввели? Это потому что вот карточки обычные, пластиковые, к которым мы привыкли, на входе и на выходе работают в школах, но дети их часто очень теряли. Вот сейчас мы прям пойдем к выходу. У нас тут перемены и много детей. Степ, давай. Прикладывай? Приложим. Давай, прикладывай. Давай, давай. Не, не работает. А потому что мы, наверное, не зашли. Так, давай, ныряй. Ныряй, ныряй, ныряй. Давай, приложим с этой стороны. Давай. Тоже не работает. Так, интересно. Ну ладно, давай. Заныривать. Есть вероятность еще, что не замагничены просто. Эти карточки, эти, точнее, браслеты, их издают в школах, и школы потом уже внутри замагничивают. Первоклассникам только в этом году выдали. Теп, ну вот скажи, тебе браслеты понравились? Этот? Да. Мне он не понравился, только цвет мне нравится. Цвет мне нравится. А какой бы ты хотел? Я бы хотела черный цвет. А почему синий? Тебе не нравится? Почему черный? Вот потому что черный, он такой вот. Для мальчиков? Да. Ну, считается для мальчиков. И считается для мальчиков. Смотри, тебе уже рассказали, что с этим браслетом можно делать? Да, рассказали. А что с ним можно делать? Можно зайти в буфет и купить там. Что-нибудь купить? Вот, собственно, в буфет мы и пришли. Сейчас и попробуем что-нибудь купить. Так, вот здесь у нас буфет, там дальше столовая. Браслет можно пользоваться и там, и там. Так, у нас никого здесь нет. Сейчас попробуем найти. А можно нам что-нибудь приобрести? Можно? Вот, пока к нам идут, сразу же вот покажу, как это выглядит. Здесь есть такой вот специальный датчик. Вот, к нему нужно прикладывать этот браслет. Сейчас мы посмотрим. И есть вот такие вот мониторы, они одинаковые у продавца и для школьника. Можно посмотреть. Вот сейчас. Сейчас, подожди секундочку. Давай. Ручку. Вот, сработало, да? Да, да. И вот что нам показывает? Нам показывает, что баланс сколько? Баланс ноль? Да, ноль. Ноль. То есть это значит, что купить, как бы, пока мы ничего не можем, просто потому что не пополнен счет. Пополнить счет можно в специальном автомате. Хотя они есть на входе в любой школе. Карточки вот эти пластиковые, которые раньше действовали, они по такому же точному принципу работали. Степа, ты чего хотел? Я хотел сок. Степа хотел сок. Ну вот ни сок и ни булочки нам сегодня, видимо, получить не удастся. За наличные деньги в школе, к сожалению, или, может быть, к счастью, сейчас уже ничего не купишь. Все, в общем-то, вот на таком браслете. Я, честно говоря, булочку еще ни разу себе на браслет не покупала, хотя вот карточка, мы, конечно, уже привыкли. Лев. Оль, ну угостись Степу соком, может, на выходе из школы что-то есть. Кстати, он вот не мог попасть, не мог выйти. Ты уверена вообще, что он в этой школе учится? Может, папа его не туда привел просто? Лев, да, на самом деле уверена. Конечно, во-первых, вот на браслетах есть герб с номером школы. Вот это, кстати, тоже удобно. Если вдруг ребенок потеряет такой браслет, ну, человек его нашедший знает, куда его принести. Это, во-первых. Во-вторых, все браслеты у них под номерами. У каждого есть свой номер. И вот еще что важно, это то, что вот такой браслет, его, в общем, в принципе, очень трудно потерять. Вот посмотри, посмотри на застежку. Видишь? Ну, очень тяжело. Ну, и плюс ко всему, такие браслеты, вот я уже говорила, они только у школьников пока, их еще только у первоклассников, их еще только-только тестируют. Если эта система пройдет, ну, что называется, на ура, то их каждому в каждом классе выдадут. Оль-Оль, ты мне так рассказываешь про этот браслет, как будто у меня такого же нет на руке. Вот видишь, он у меня раньше даже, чем у Степана появился. Вот, правда, мама мне денег не закинула туда с утра. Но зато, конечно, у него есть определенно одна очень хорошая сторона у этого браслета. В очередной раз, когда меня хулиганы попытаются избить велосипедными цепями, чтобы отнять деньги, вот я скажу, у меня такой замечательный браслетик, денег у меня наличных нет. Но вот прогресс ко всему лучшему ведет, как оказалось. Это была моя коллега Ольга Кондратенко, ее кавалер, очаровательный Степан. Они вместе тестировали вот такие замечательные электронные браслеты, которые сейчас вводят в школах. С ними можно будет попасть в учебное учреждение и заказать себе в столовой еду и расплатиться тоже вот этими самыми браслетиками.